До проблемного Ярового, похоже, наконец дошли руки и деньги. В этом году там должны провести рекордный объем ремонтных работ на теплосетях. Обновить 16 участков общей протяженностью в 2 километра. Правда, планы пока предварительные. 17 мая проведут опрессовку магистрали. Она и выявит новые проблемные участки. Уже этим летом должны модернизировать сразу три котла на местный ТЭЦ. Участники совещания решили, что ремонтировать их будут по очереди, чтобы в разгар турсезона горячую воду отключать поквартально, а не сразу во всем городе. Это была бы большая проблема и было бы социальное напряжение в городе. А приняв такое компромиссное решение, я думаю, что это самый лучший выход – проводить ремонт с сохранением подачи горячей воды для населения города. Контракты на проведение ремонта котлов, поставку оборудования и комплектующих решено заключать без проведения торгов. Сложность в том, что за короткий промежуток времени нужно выполнить очень большой объем работы. И этот очень большой объем работы, он специфический. Тут надо специалистов очень узкой направленности и знающих свое дело, чтобы они смогли оперативно и вовремя выполнить эту работу. Обсудили и закупку угля. Задача – на всю зиму приобрести его разом, то есть провести аукцион одним лотом. Уже оформлена заявка и подсчитан необходимый объем – 72 тысячи тонн. Известно также, что от пяти поставщиков уже поступили предложения. Подготовлены технические задания, была проведена достаточно большая работа. Отыскали все проектные характеристики углей, которые топятся на этих котлах. А надо сказать, что, учитывая, что станция передавалась и когда-то акционировалась, много из технической документации было утеряно. Все эти необходимые документы были восстановлены. Что касается теплоснабжения города в целом, к 23 мая подрядчик должен представить перспективную схему развития сферы. Предварительно подрядчик склоняется к тому, что все-таки это будет водогрейная котельная, потому что она и экономически эффективнее, и технологически попроще. И в этой котельной будет предусмотрена возможность перевода котлов в будущем на газ в привязке к большой программе газификации Алтайского края «Газпрома», в соответствии с которой до Славгорода, до Ярового будет проведена газовая магистраль. Осталось надеяться, что амбициозные планы реализуют в срок, и жители Ярового забудут о том, как мерзнуть каждую зиму. Елена Макаренко, День с толком. День с толком.